Ведь был геноцид чеченцев, ты же не ждешь, когда это Россия признает, да и что это поменяет по постфакту, а также и с геноцидом армян, ну ты сравнил конечно, я чеченец, если ты скажешь, что быть готовым жить бедным и свободным это неправильно, то я скажу, что ты раб, у тебя рабское мышление, если ты не готов быть. Тумсо, насколько правдиво, что у Кадырова был страх перед братьями Ямадаевыми, хотя по преступности вроде оба стоили друг друга. Это правда? Тумсо, был ли геноцид армян в Османской империи? Вот когда вопрос геноцида армян будет решен между Турцией и Арменией, вот тогда я тебе отвечу на этот вопрос, пока я тебе не скажу, что он был и не скажу, что он не был. Я просто воздержусь от этого. Пока этот вопрос не будет между этими двумя странами заинтересованными, Турцией и Арменией не урегулирован, я на чу-либо сторону в этом вопросе вставать не хочу. Тумсо, как понять, решится этот вопрос между Турцией и Арменией, геноцид либо был, либо не был? Ну как это он, либо был, либо не был? Если одна страна говорит, что он был, вторая говорит, что его не было, как может Тумсо со стороны сказать, да, он был? Это будет выглядеть, как стать на одну из сторон этого конфликта, этого спора. Конечно нет, это же не Тумсо решает, был он или нет. Это вот эти две страны должны между собой эту тему определить. Вот как они определятся, тогда Тумсо будет не проблема сказать, либо да, он был, либо он не был, либо он был, но такой, не такой, как говорят эти и так далее. А так Тумсо скажет, Тумсо, простите, не историк в этом вопросе, я честно скажу, эту тему не изучал, так как не была она мне особо интересна. Поэтому я буду, лично я буду ждать решения этих двух стран. Ведь был геноцид чеченцев, ты же не ждешь, когда это Россия признает, да и что это поменяет по постфакту, а также и с геноцидом армян. Ну ты сравнил, конечно, я чеченец, и я, конечно, за свой народ, за свою страну я буду говорить. Но почему я чеченец должен лезть в дела армян с турками? Я ведь не прихожу к армянину или к турку и не задаю ему вопрос, что ты скажешь про геноцид чеченцев, ты признаешь его или нет. Да, может это будет не скромно сказано, но я плевать не хотел, что там кто-то думает про геноцид чеченцев. Вот вообще с высокой горы мне начихать на все это. Понимаете, от того, что кто-то его не считает, от этого в нашем понимании, в нашем сознании ничего не изменится. Поэтому было бы хорошо, если бы и в обратную сторону было бы такое отношение. Почему армян или турков должно волновать чеченское мнение по поводу геноцида армян? Почему? Если это волнует, это говорит о том, что там какая-то проблема с аргументацией. Нужно побольше людей подтянуть, чтобы они поддержали. Иначе зачем? К чему это должно кого-то волновать? Насколько правдиво, что у Кадырова был страх перед братьями Ямадаевыми? Хотя по преступности вроде оба стоили друг друга. Это правда, то, что он боялся Ямадаевых, это чистая правда. Он боялся не только Ямадаевых, он в принципе боялся любых деятелей того времени. Потому что те, в отличие от него, были как-то сами, имели какую-то свою историю. Сами могли где-то с оружием в руках действительно что-то, какие-то операции проводить. А этот был такой пончик папинки, сыночек, который нигде никогда, разумеется, ни в чем не участвовал. Вы же, я надеюсь, не верите в эту всю чушь, которую он рассказывает про какие-то там его боевые заслуги. Понятно, что он вообще не из этой серии человек. Поэтому, да, он, конечно, боялся. Плюс он еще такой патологический трус сам по себе. Это не значит, что те были такие смелые ребята. Понятно, что если бы они были бы смелыми, они бы выступили против врага. Это нельзя назвать смелостью. Но при этом этот был гораздо более трусливее их. Точнее, и есть. По-моему, выступить против врага тогда, это было бы не смелостью, а глупостью победить русскую армию с самым большим количеством танков и вооружения было бессмысленно. Так что стоило пойти за Кадырова. Но так в свое время мы выступили, и эту армию с самым большим количеством танков мы ее победили, униженно заставили ее уйти со своей территории. Поэтому, как говорит Аллах Уране, сколько малочисленных групп одерживали победу над многочисленными. Мы доказали тогда, что это возможно, что это реальность. И на самом деле, безусловно, наш проигрыш в этой второй битве, наше поражение, оно связано с нашими ошибками, не с силой России, а именно с нашими ошибками. Это, безусловно, для нас испытание, которое мы, иншаллах, пройдем, эти ошибки мы исправим, и мы вернем свою свободу и независимость с помощью Аллаха. Но, к сожалению, мы не лишены этих проблем, и мы не лишены вот этих вот отстоев из числа нашего народа, наподобие Кадырова, Ямадаевых, других предателей. К сожалению, да, они у нас тоже есть. И это тоже один из, конечно, факторов, способствующих поражению, конечно, да. Но истинная причина не в этом. Истинная причина, конечно же, в наших ошибках. Сава. В связи с уходом Жилиновского сейчас в России главный клоун Кадыров. Его клоунада хотя и похуже, чем у Жирика. Тумсок, чему эти дешевые ролики? Для чего? Когда весь мир над тобой смеется? Ну, не знаю, может быть, он считает это чем-то гениальным. Ему, наверное, нравится. Я вообще думаю, что у них немножко по-другому это все оценивается. Помните знаменитую вот эту вечеринку, устроенную в день чеченского языка, что ли, или чеченской матери? В какой-то день он пришел в кольчуге, такой наряженный с какими-то доспехами, помните? И когда это стало подниматься на смех во всем этом мире, а я помню, как его приспешники стали выкладывать, значит, типа коллажи такие делать, каких-то, значит, европейских там лидеров в их нарядах, допустим, где они там где-то появлялись, может, в каких-то нарядах, и типа вот, Кадыров, типа, смотрите. И они, наверное, реально с этого, они думали, наверное, что это очень круто, они что-то там противопоставляют. Но проблема в том, что даже если где-то какой-нибудь европейский лидер что-то себе подобное позволил, это чуть не меньше смешно, чем то, что сделал Кадыров. То есть это не оправдывает его действия. А у них как-то по-другому они на все это смотрят. Они, наверное, думают, что это очень круто. Вот он выйдет в кольчуге, и весь мир испугается. О, он же вышел в кольчуге, смотрите, какой он страшный, подумает. Байден, допустим. Наверное, так они думают. И я не удивлюсь, если вот это реально такое мышление, что надо мир пугать, надевать кольчугу. Когда, помните, министр внутренних дел с двумя гранатометами стоял и что-то там угрожал Америке, помните этот момент? Ну, он же действительно думает, наверное, что это страшно, что в Пентагоне посмотрят это видео, и все, там все просто уйдут в месячные отпуска. Им нужно будет где-то лечиться от психического расстройства. Я не согласен, когда ты говоришь, что мы готовы жить бедно, но свободно. Такая формировка неправильная, потому что мы должны хотеть по умолчанию жить и свободно, и богато. Но ты, конечно, волен считать, как ты хочешь. Но, однако, хотеть одно, а быть готовым – это другое. Если ты скажешь, что быть готовым жить бедно, но свободно – это неправильно, то я скажу, что ты раб, у тебя рабское мышление. Если ты не готов быть бедным, но свободным, если тебе хочется… А, ну если бедным, то нет, свободным, а не хочу, если у тебя такое мышление, то у тебя мышление рабское, мне придется тебя огорчить. Что можешь сказать про то, что Басаев вторгся в Дагестан, а именно Ботлевский район в 99-м году, с чем это было связано? У меня на моем, значит, том канале основном есть отдельный ролик, посвященный вот этим событиям. Посмотри его, пожалуйста, это в двух словах тебе не объяснишь. Посмотри, и на все твои вопросы там будет ответ. Он так и называется, по-моему, «События в Дагестане». Ну, в общем, ты найдешь, по ключевым словам на моем канале найдешь сначала. Субтитры подогнал «Симон»